Нападение на журналистов, нападение на журналистов в прямом эфире. Адреса районный суд, Сколевский районный суд. Нападение в прямом эфире. Швидка допомога нужна, потому что в прямом эфире нападение только что было. езжайте сюда здесь убивают журналистов и меня услышал или нет услышь меня потому что ты будешь сидеть в тюрьме я тебе обещаю ты мне угрожаешь лысый черт ты меня лысый черт назвал идите сюда полицейские здесь только чтобы нападение почему полицейские пришли сюда в развалочку объясните мне как вам увидели айкать вот посмотрите что творят журналиста трогал журналиста или нет журналиста трогал или нет ты шо смеюсь части журналистами точно нет журналиста если тронешь Хоть раз рукой журналиста будем отстреливаться Будем стрелять, понял? Тебя будем стрелять Потому что это будет защита Это будет защита Стрелять! Журналист имеет право защищаться Что моё право, стрелять ты? Моё право Понял меня? Ты меня понял или нет? Я журналист! Посмотри что здесь написано? Если ты мне хоть пальцем тронешь я имею право в тебя стрелять Ты будешь сидеть Ты меня услышал или нет? Так что встал и стоит. Потому что тебя поставили сюда стоять. Запомни. Тебя поставили стоять сюда. Твои начальники, твои руководители должны стоять. И говорить то, что тебе говорят. Запомни. Ты меня услышал или нет? Услышь меня. Потому что ты будешь сидеть в тюрьме. Я тебе обещаю. Ты мне угрожаешь? Лысый черт? Ты меня лысый черт назвал? Звони. Все, 102. Опа. Пошла жара. 102. Нападение в прямом эфире. Нападение в прямом эфире. Все, попал. Попал. Нападение на журналистов. Нападение на журналистов в прямом эфире. В прямом эфире. Нападение на журналистов. Адреса районный суд. Сколевский районный суд. Нападение в прямом эфире. Министерство Сколы районный суд. Нападение в прямом эфире. Прямо сейчас нападают лесники на журналистов. Побили, разбили камеры Прямо сейчас, в прямом эфире Твитка допомога нужна Потому что в прямом эфире нападение только что было Езжайте сюда Здесь убивают журналистов Районный скольский суд Вулица Галычкова 8 Быстрее сюда езжайте Как фамилия этого? Ну что, как вам Лесгосп Сколевский, который заказал себе бандюков И они приехали, только что напали на журналистов Как вам? Увидели? Увидели? А вы, украинцы, пока будете сидеть дома у себя там Твари, блядь И только лайкать Вот посмотрите, что творят Вот так беспредельщики Видите, они думают, что они безнаказанные Руки протягивают паскуда и хамят Думают, что ему ничего не будет, потому что они тут все помазанные Что, вы бачили такое? Да Да Вы бачили, что там Оце Гуславский Горсилис Вот так А я к нам бороться Да Вони вас не боятся Вони полиции не боятся Вони в центре места Сколе, центр, суд Насуд Вони никого не боятся Еще раз показываю эти лица Пан Аваков Вы обещали защиту, Венедиктовна Смотрим на лица тех, кто напал на журналистов Нет, ты назвал меня чертом Поэтому на тебя будет заява написана на лысый черт На тебя будет заява написана на лысый черт Еще раз На тебя будет написана заява на лысый черт Ты меня услышал Я тебе напишу на тебя заяву Все, ты уже попал 171-я тебе будет Еще тебе в лупе в несколько уголовных Будешь защищаться в тюрьме Василь Василь, ты кто-то у нас был Ходи сюда, все звезло Ну, как его фамилия? Вин бывший листик? И это они, кстати, говорили про то, что они купили голову суда вот этого Поэтому они сюда приехали открыто поиздеваться над людьми, поиздеваться над журналистами Побить журналистов для того, чтобы показать, что они здесь цари Вот, смотрите Это директор Павлова гонял барабанду Китушев И они сейчас журналистами нас побили Антону, Остапу и наши журналисты Вот это главарь банка Памятайте, это Павлов Виталий Викторович Это Павлов, да? Это директор А это закуплен Павлов, так ты же на меня в суд подал А за меня за что в суд подал? А за что за меня в суд подал? За какой наклеп? Журналисты что делают? Ты же понимаешь, что у тебя будут проверки теперь? После этого Я тебе обещаю, будут проверки Не, будут проверки с Киева Смотрите, он уверен, что он все купил и ему плевать Пановаков, Пановаков Он уверен, что он все здесь купил Потому что он четко уверен в том, что все решится У меня есть главный журналист Он уже дальше не может Уже так нас обкрадают, вот как Можете не право, но эта поведенка цих людей Петушник свою, петушник Став в голову Ци петушари, які повтекали Петухи Ну они петухи, вони опозорились, опустилися при вас Я тут стою и иду в суд И ци петухи пішли Розумієте? Вот как петушня Свои права? Петухами и втекла Сейчас, сейчас Кстати, где полиция? Полиции нет А полиция, сидите Нема полиции Вот рядом с Гололомом Пошли А вот где полиция Полиция Займается неведомо чем Все режут, а полиция Тут людей бьют Ну хлопцы, чего вы так помало идете? Вот смотрите, как идет полиция у нас спокойно Чего вы идете помало, хлопцы? Тут, вы что не видели? Что вы говорите? Чего? Идите сюда, что вы там стали? Идите сюда, полицейские Здесь только что было нападение Почему полицейские пришли сюда в развалочку? Объясните мне Ваше удостоверение согласно закону о полиции Показывайте полиции Какая сличия? Только что было нападение на нас Почему не слечь оперативной группы под судом? Почему пришли два непонятных без удостоверения? Вы что здесь, охренели что ли? Здесь нападение было на журналистов в прямом эфире Где полицейские? Почему до сих пор никого нет? А как мне до вас, когда здесь убивать хотят на дороге Вы здесь начинаете что-то непонятно делать? И говорить паны Вы не знаете эти хлопцы? Вы не знаете эти хлопцы, какие нас били? Найняли все А почему вы сразу руки простягали? Почему вы сразу убиваете? Да Почему вы сразу убиваете? Руки посвящены? Вы не видели нас били? Вы не понимаете право убивать? И жить нормальным жизнём Но это не интересно Это Это Двое людей Начальник и заступник Найняли сегодня титушок Чтобы нас убить Вот так они готовятся до судов Так у него же деньги есть 35 тысяч гривен Да А где взяли на адвоката 35 тысяч? Я на тебя еще буду подавать Подавать А где вы взяли на адвоката 35 тысяч гривен Все что ты сказал Ты сказал, что это моя пелорама Ну я не знаю, какая зарплата хорошая Понимаете Понимаете Видели? Подождите Так 6 тысяч гривен зарплата официально 6 тысяч гривен у вас зарплата 22 тысячи? А 35 тысяч заплатили А 35 тысяч заплатили А на что вы живете? Я не хочу тут перепалку А может все таки за 8 карпатские лыночки Треба зараз чтобы они зловили на тех хлопц Мы поедем Сегодня мы все поснимаем Мы покажем все в Украине И будем здесь теперь постоять Окей Не буду стоять Посмотрим Я тут буду жить Посмотрим Я здесь буду жить Украина единственная Конечно Побачим Побачим Либо 160 А побачил что? Антон Помнишь мы с чем мы выезжали Вот и полиция приехала Вы представляете? У нас такой полиции нет До речи Такой машины у нас нет В районе В районе И дам там наш суд Сейчас Что будем делать? И у того города Вот Вот Так После этого я скажу сразу Здесь будет не только эта полиция Здесь будет СБУ и прокуратура и НАБУ Я думаю что как минимум будет условно Я президент Молодец Молодец Понимаешь versus стану президентом? Ты космолог Ты не переживай Ты будешь сидеть Я тебе это обещаю П heißt Я не сяду Поверь Все сколько я год работаю в таком режиме Газ Я все делаю А ты засышь поехать Полтаву Я не опять Поверь Я делаю так, и ты будешь сидеть. Законная рубка, ты все в тебе встал. Ау! Тебе приедут, пытаются. Тебе тронут. Не, меня не тронут. Ты снимал все на улице? Я снимал, конечно. Смотрите, у нас на 12-й суд что делаем? Мы идем в суд на 12-й. Мы идем в суд, полиция, вы слышите? У нас на 12-й суд. Я дякую, что я не понимаю. Мы не можем не выключить. Мы же сижу на лист и снимали. Наконец-то приехал автомобиль со спецназовцами сюда. А вы видели, как заслали мастера леса? Потому что прекрасно понимают, что с зарплатой в 22 тысячи гривен с оплатой налогов заплатить 35 тысяч гривен за адвоката, заплатить 60 тысяч гривен взноса. Они же с нас хотят 600 тысяч заработать денег. Себе, в карманы. И вот эта морда. Я вам обещаю, как только кто-нибудь из моих друзей станет президентом, вот этот будет сидеть. Сидеть. Будешь сидеть. Я тебе обещаю, будешь сидеть. Будешь сидеть. 8 лет. Я тебе организую хорошую камеру. Хорошую камеру. Будешь хорошей камерой. Поверь мне. А я что, с тобой говорю? А я с тобой говорю? Я с тобой говорю или с ним? Я с тобой или с ним говорю? Я с тобой или с ним говорю? Я с тобой говорю или с ним? Я с тобой или нет? Пойди купи еще тетушек. Пойди купи еще тетушек. У тебя же зарплата 22 тысячи позволяет. Какой ты богатый у нас в школе, а? Богатый. И будешь жить. Будешь жить. Будешь. И будешь отрабатывать все то, что ты здесь наделал делу. Будешь отрабатывать. А кого я отрубляю? Медведчука, Ахметова? Или побоишься на фамилию сказать? Скажи фамилию, свои кошты я отрубляю, свои заработанные, потому что я не ворую лес. Я не ворую лес. А я тебе что сказал, что ты воруешь? Я тебе сказал, что ты воруешь? Не знаю. А я тебе сказал, что ты воруешь? Я говорю, потому что я не ворую. У тебя особистого простера нет. У тебя в камере будет одна минута только. Алло. Вот я здесь. Да, я здесь. Ой, смотрите, как ваши прозвища? Гура. Антон Сергеевич. Антон, ты я что-то по голосу признала. Добрый день. Я телефоновал. Да, я телефоновал, потому что били в прямом эфире журналистов. Избивали. Вот эти гаврики, которые понанимали тетушник. А что вы нас наставите ускорить? Что что? Что вы у нас ускорим робите? Ну вот, суд. На меня в суд подали вот эти моральные красавцы. Поэтому я звонил, потому что было в прямом эфире. У меня есть на видео записи, как били журналистов. Причем я говорю, что журналистов это делать нельзя, они все равно били. Били по лицу, ломали телефоны, выламывали. Вот эти сволочи, которые приехали. А кто поедет? Это лесники, мастера леса. Сергеевич, я сейчас у меня на 12 часов в суд. Ну да, после суда, потому что в суд нельзя, что пастыр. В том-то и дело. Да, после суда, после суда. Что в суд нельзя, они сейчас возьмутся... В 11.47. Через 13 минут суд начинает. А потом выходим и пишем заявы, пояснение на тебя нападения конкретно в прямом эфире. Я тут записываю, мы только... Все есть, не, мастер! Они с ними приехали? Они с ними приехали? Они с ними приехали. Вон, вон они привезли, вон те, которые стоят, лесники. Можете подходить и спросить. А вон стоят, ведь в боку. То все у нас в боку. Вы не знаете, мастера леса. Мы их не знаем. На видео я записываю. Я записываю. Мы все видео до дома. Ну давайте, давайте, чтобы писать в суд. Да. Все, мы идем на суд тогда. Я на суд. Ну вот, теперь мы в прямом эфире покажем на всю страну. Вы увидели первое нападение на журналистов. То есть они показали, они сказали, мы в суд купили. У вас ничего не выйдет. Показали, как они справляются с нами, журналистами, как бьют в прямом эфире. Теперь мы посмотрим, как будет суд проходить. Пока скажу вам в двух словах, какие вопиющие нарушения были допущены в заявлениях. Процессуальные сроки, час нападения документов до суду продолжаются в силу ведения карантина. В позове не доведено, что информация недостоверная. Конфликт мав место, отвечая, высловиваясь относительно него свою точку зору. Это два уже нарушения. Третье нарушение. Образили славский дочерноль лес господарства, предприятие ГАЛЛИС. Коды ДРПО, а позов подают физические особи. Следующее нарушение. Поширенная информация относится не приватного життя, а деятельности коммунального предприятия Сославского дочернольца или господарского предприятия. Розповсюдженная информация является оценочным суджением. А оценочные суджения не подлагают спросту, аскільки является выражением собственной думки, что гарантуется в демократическом суспільстве. Не подано чётко, яку информацию нужно спросту. Это должно быть значено в прохальной части позывной заяви, в цитатной форме. А вот так нет, что спросту, потому что не было спросту. Если данная информация принижает честь и гидность, позывач имеет право на выповедь и высоединение информации за свою точку зору. Так, там какой-то кипиш. О, суд станет знаменитым на всю Украину. Опять, опять нападение. Опять нападение. Ого! Представляете, и сейчас будет судить голова суду, потому что они чётко сказали, что голова... Вот так вот, Вадим Александрович. Отдать во власть, местную власть людей. Суд куплено. Пока что мы видим, что полиция куплена. Еще стихи в Скольевском районе у суде не было полиции. Львовская полиция пришла на подривку Славского. Селись, мы это видим, потому что наших журналистов не отпускают. Нас просто тут бьют, кантруют, никто не обратит внимание. У нас сейчас есть небезопасность. Наши журналисты без защиты. Потому что эти полиции явно сейчас ничего не занимаются. Чтобы нас не пустить. Вот что происходит. АВАКО, где дивиться? Потреблюсь этих всех людей в масках, полицейских, идентифицировать. Сейчас их непосвещение, то все нужно будет взять. Мы будем подавать им все. Ну что, как вам, а? Я только смотрю и наблюдаю за этим. Открыто говорят про то, что все куплено, все решится. Уже решилось. Только высшее решение. Когда нас бьют, как они могут быть толерантными? При вас. Я думаю, что тут не будут. А вы видели, что это наши били? Они на улице, тут в середине. Тимошко, знаете, такой колишний начальник полиции? Вас, начальник. В общем, Тимошко, колишний начальник полиции, пошел на поддержку Павлова. Колишний начальник полиции, Тимошко, запоминайте. Мы поедем, покажем его пелораму. Он все эти леси запрошу, я рядом с Сезанским. Ну, значит, после суда мы поедем, покажем. Тимошко, запоминайте. Он колишний начальник полиции, школе скорой видела полиции. Десь два года назад он был очень много лет. Он сегодня пришел поддерживать Гал Сильниц. Славский Гал Сильниц. Но полицию они не столько угнали. Они не знали, что будет вот такая провокация. Давай, запускайте наши журналисты. Пусть, пожалуйста, наши журналисты. Мы будем участвовать. Почем вы участвовать его в Сибриде. Добрый, кто участвует? Так есть только три участника и три из Титца. А уже четыре, четвертый. И еще есть права. Что же есть права? А, и еще есть права. И попрошу карантин. Мы можем само обмеживать. Давайте будем реальными. Естественно, представители Лизгоспа уже открыто говорят о том, что они заплатили деньги в голове суде. И об этом рассказывают всем в неформальной обстановке. Поэтому я очень хочу, чтобы вы все увидели голову суда этого, которому якобы со слов представителей Лизгоспа дали деньги. Но посмотрим. Посмотрим сейчас, как будет, во-первых, суд проходить. Потому что мы, наши адвокаты, нашли восемь ошибок в заяве позывной. Причем в опиющих ошибок. Но по какой-то причине все-таки суд принял этот документ. Хотя теоретически, согласно юридическим всем правилам, не должен был принимать документ. Он его принял. Вот эти физособы. Видите? Они физособы. Физособы, которые получают большие деньги. Нарплата у них очень хорошая. Они платят по 35 тысяч гривен адвокатам, зарабатывают 22 тысяч. Ну, это, в принципе, стандартная ситуация в стране, когда ты зарабатываешь меньше, чем тратишь. Наверное, просто это. Есть спонсоры, которые помогают. Приводишь в уману. Почему? Не по 35 платим адвоката, а 35 все. Все сбросились, да, на адвоката? 35. А сколько сбросилось на адвоката людей? А ты уже... А сколько сбросились на адвоката людей? У нас тут шестеро человек. Шестеро? Вот поделите... Вы не умеете считать, у вас здесь четверо. Четверо. Вы только что сказали шестеро. Шестеро, так. Так четверо или шестеро? Шестеро позывающих. Вы только что сказали, у нас здесь шестеро. Где у вас здесь шестеро? Шестеро позывающих. Вы только что сказали, что у нас тут шестеро. Ты только что сказали, нас тут шестеро. Я тебе скажу. Так что сказали, нас тут шестеро. Пятый. Голову сюда купили или нет? Это ты говоришь? Нет, так со слов ваших. Говорят со слов ваших. Я так тебе сказал? Нет, так говорят так люди. Слушайте, знаешь, что про тебя говорят? О, тебе рассказать? Расскажи людям, я знаю. Мне люди з Киева звонят. Ух ты. Прямо с Киев. Прямо с Киева. Прямо с Киева. Смотри, какой ты знаменитый. А сейчас уже станешь знаменитым. Тебя уже посмотрят кое-какие люди в прокуратуре, Венедикторе. Я тут родился. Я тут жити буду. Я могу не быть директором, но я тут буду жити. Видишь, отрабатывать. Булочки подметать. Чичуночки подметать. Цветочки садить. Красить ты так думаешь? Хорошо. Организую. 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 А ты знаешь, где сидеть? Я тебе уже сказал, где будешь сидеть. Я тебе уже сказал, где будешь сидеть. А я как хочу, так и говорю. Свободная страна демократическая. Конституция Украины позволяет мне. Я закон про державу. Закон для державных службовцев. Читай хоть закон. Господи, посмотрите. Тупые как валенки. Работают в государственном предприятии. Тупые как валенки. Они даже не знают, что такое державное. Чему ты ее ображаешь? Чему ты ее ображаешь? Пистарковатый, кучерявенький. Нервный. Смотри, чтоб не было инфаркта. Бывает такое. Больница тебя не вылечит. Сколецк. И меня тоже, я знаю. Потому что больничка здесь совсем печальная. Тебе ничего не поможет? А, мне вообще ничего не поможет? Да это тебе ничего не поможет. Потому что кроме Виары тебе ничего не помогает. А что ему еще можно помочь? Да, мои господа. Час, страшен лик. Конечно. Мне время идет, тебе не идет. Тебе в минус. Мне только в плюс. Мне только тридцаточка. А тебе сколько уже? Шестерочка есть? 6.0. Носик потирает. Врешь? Видите как? Смело говорить, только так, как они с вами. Запомните, их надо ставить в стойло и не бояться, потому что вот это, это никто, это ничто. Мы не идем на вас лукат и поднимемся, где вас поехали. Хочете нам показать открыто? И давайте поднимемся. И скажите дальше, че вы чернили с руками, че вы не чернили с руками. А чему я вас называю чернили? Потому что вы на зарплату 12 тысяч или 8. Не, у него 25. Мы сейчас поднимемся. А чему вы 25 тысяч? Вас запомнили, естественно, миллионы. Вы то знаете? Вы знаете, что это? А у вас 22 тысячи зарплаты, а ваш заступник ездит на БМВ за 60 тысяч долларов еще зараз. А у вас 2 дачи. Мы не поедем, поднимемся. О, сегодня мы едем показывать дачу вот этих парней. А вы сможете показать мне дачу этих парней? Я думаю, мы не сами съедем. Отлично. Будем писать клопотание від судей. Я уже бачу це. Я хочу сделать клопотание, написать на відвод судей. А чему вы написали, что я не написал? Вот сейчас я маю право написать клопотание на відвод судей. Потому что я только приехал в школе. Я приехал тысячу километров. Да, прекрасно. Не доверяю в связи с тем, что информация может поддерживать, точнее, что суд может поддерживать сторону вторую в судебном разбирательстве. Это клопотание. Вам там потрібно надати час для можливости написания космологу, питания. Так, я хочу, все-таки, питание данное від судей. Дякую. Дякую. Действительно, никто не ожидал о том, что я воспользуюсь своим правом о відведении судей. Поэтому судью я специально не предупреждал. Дождался, пока не надо увидеть глаза его. Конечно, я буду подавать в суд на этого пана, потому что мне нужно как-то компенсировать проезд до школы. Поэтому Павлов будет мне компенсировать тысячу гривен, которые я буду постоянно приезжать сюда, сюда. Я считаю, что у него есть гроши, он 22 тысячи гривен зарабатывает. Поэтому тысячу гривен он мне заплатит. Або этот пан тысячу гривен заплатит. Або этот пан. И пошли. Пошли, пошли, пошли. Обижены. И что, здесь сразу видно, что человек на стороне. Да, укороны. Надо переводить это все во Львов. Во Львове. Спокойно во Львове делать судебные эти. Пускай платят деньги так. Сейчас мы узнаем у секретаря. Ничего себе. Я столько полиции не видел даже в Соломинском суде у себя в Киеве. Офигеть. Офигеть. Тоха, сейчас я наберу. Подожди, мы напишем клопотание на виду от судей. Я хочу, чтобы перевели суд во Львов. Здесь в Коле уже бесполезно судиться. И сейчас будем писать заяву на нападение. Причем в прямом эфире зафиксировано все. Лезу туда. Мне важно так, чтобы Украина знала про судебную систему. Про судебную систему с Коле. Как что происходит с Коле. И, естественно, я напишу все-таки письмо в квалификации судей Украины. О том, чтобы провели проверку по голове судеб, потому что по той инсайдерской информации, которая есть, и которая распространяется сейчас, в принципе, на улицах, в интернете, И глава суда, вот этот, который только что был, он, скажем так, получил определенные плюсики от представителей Лесгоспа, чтобы судить нас и с нас суживать эти деньги. Поэтому глава суда не ожидала моего заявления о видводе. Это был нежданчик для него. Я об этом никогда ничего не говорил. Вова, какая фамилия суди? Брон. Брон? Брон. Брон, Брон. Фамилия Брона. Поэтому письмо будет написано в квалификации судей Украины для того, чтобы провели служебное заседание и квалификационную комиссию. Надо судить правильно, а не так, как они это делают. Дети пришли, открыто сидят и переговариваются. Да все решаем. Да все будет нормально. Причем я рядом сижу, они это говорят специально, чтобы я слышу, что все мы решим, все будет нормально, руки сложили, смотрят на судью, типа мол, давай, давай, мы же там дали тебе возможность, давай, давай, все правильно делай. И поразительно судья побоялся, видно было, что он боялся. И потому что те, когда говорили, то просто... А вообще, в принципе, новый президент Украины должен взяться за судей. И суды должны хорошо получать судей, но при этом правильно относиться к людям. Если мы были в горах и там уже реально происходят совы и может скольят затопить, может села позатапливать, то сори, извините. Вова, Вова, иди сюда. Иди сюда, Вова. Друзья пришли. За частину 2.3.96 КК Украины. Я участвую в ознайомлении с материалами досудового расследования поданного криминального управления. Друзья, прошу представьте посвящение ваше покажите. Значит, Дручків, что у вас руки трясутся? Дручків Марьяна Ярославьевна. Не бачу звезду значок той. 0.94.925. Покажите, пожалуйста, значок. Смотрите, как происходит уже сейчас, прямо в эфире. Вручают повестку Василюну. Где ваш значок? Где ваш значок? Моя значок на форме. Где ваша форма? Вы сейчас... Сейчас я звоню в мониторингу службы. Подождите, 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 как у нас сегодня... Звоню в слово. Подождите, полицейская. Дручків, подождите. Сейчас я моніторингу службу. От яких парточек прийшла. Оце у нас суддята, подождите. Подождите. Не-не, а кто вы такие, что вы даёте? Вы не вручаете, например. Я прошу, что... Я хочу сейчас заявить в школе в межском суде. Происходить произволку. Такая излеченная, без значка. Такая из посвящения. Без формы. В ней немае ничего. Вона слідча. Вона одягана не по форме. Пытается вручити. Я хочу переключить на моніторинговую службу. Тому що хочу подскажетись на працівника полиції. На слідчу працівника полиції. Без жетона, без формы. Показала посвящение. Адреса в школе в межском суде. А у нас сьогодні жетона. Ну, вона сьогодні не поліцейская. По-перше, ми по форме не бачимо, що вона була поліцейская. Вона десь на море приїхала депочивати в окулярах. В ней нижче носа, навіть не на носі нормальну маску. Гура Антон Сергеевич. А ви чому не пишете на ней постанову? Ви ж у нас привыкли писати постанову на колени. Гура Антон Сергеевич. Добре, пані дручки, скажіть мені, будь ласка, що ви прийшли вручати? Я журналіст Явдек Володимир Іванович. Я вам нічого не прийшла вручати. Що сталося в відручати? Скарга має на... Я заяву шучу написатиш. Ні-ні, скарга має бути на слідчу... Наслідчу райвідділку. Яка зараз прийшла... Як в прізвище її? Дручки. 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 Прізвище Дручки. Вона прийшла не по формі, в платиці, в босоножках. Открыті волоси. Пыталась вручитися зараз пов'язку нашому журналісту. Без значка. Віла себе нахабно. Після того, як я набрал 102 і, знаєш, що скажуться, розвернулася і вшла. Ти розумієш, що тут найбільше найбільше? Ні. Позовна заява написана від фізичних особих підприємців. Лисгоспа вообще тут немає. Прикинь. А ось так. Це вже нарушення вопиючі. Об цьому судді знав. Ти розумієш? Лисгосп не подавав непосередньо Лисгоспу. Подавали фізичних особих підприємців, які працюють на Лисгоспі. Вони працюють на Лисгоспі. Подавали вони про захист, честь і гідності, дали репутати та стягнені моральні шкоди. Як представників. Ну не сам Лисгосп подав в суд, понимаєш? А подали фізичні особи підприємці. Ось питання, чому Лисгосп не подав. Так. Получається, смотри. Я, Гур Антон Сергійович, являюся вітриміччем по справі позивної заяви Павлова ВВ, Сазанського, РМПР, КВМПР, КББ, Оссифляк, ПА, Вітів ВВ, Дооселитина ВВ, Явди КВІ, Гура ОС. Про захист, честь і гідності ділої репутації стягнення моральної шкоди. Які заявили себе як фізичні особи Аниславській дочірній суддатського підприємства, яке в свою чергу мали подавати заяви, дане підприємство. Також мені стало відомо від інсайдерів, які, згідно з законом України про жуновістську діяльність, мають право не вказувати ім'я та прізвище інсайдерів, які повідомили про те, що суми моральної шкоди, яка буде встановлена судом, десь 50% буде перерахована голові суду, який буде вести цю справу, який визначений електронною обіку даної справи. Брона Андрій Любомирович. Відповідно до частини першої, частини першої статті 36 КАЗ, суддя не може брати участь у розгляді амістративної справи підлягає відводу, якщо за наявності інших обставин, які випликають сумнів у його неопережності або об'єктивності. Так, в разі прийняття рішення негативно змушений буду звертатись до компетентних органів Вищу Раду Правосуддів. Все, Вищу Коефіційну Раду також буде написана заява, так, але це все по приїзду Київ, це тільки що мене Шишкін казав. Так, ми все напишемо, звернемося, звернемося і все-все буде як потрібно. Доброго дня. Так, сіть, будь ласка, мені потрібно реєструвати клопотання. Де? Туди. Доброго дня. Реєструйте, будь ласка, клопотання, я хочу суретувати у відвод судді, голови судді. Гура, Антон Сергійович, так. Гура? Гура. 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 Я поправлю. Нічого. Маєте документи якісь? З печаттєю, офіційний. Прошу відвід судді зробити, голови судді. Так, я хочу зараз утрактувати. Так, друзі, я зараз включаю слідуючий ефір. Дякую. 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 Дякую.